Российская сторона объявила режим тишины в Мариуполе, чтобы вновь повторить попытку организовать гуманитарный коридор. Киев заявляет, что соглашения об этом достигнуто не было. По данным украинской стороны, 90% инфраструктуры Мариуполя повреждены, из них 40% не подлежат восстановлению. В самопоразглашенной Донецкой Народной Республике масштаб разрушений видят несколько меньше. На опубликованном нацбатальоном «Азов-Видео», как утверждается, показаны люди, продолжающие жить в бомбоубежище в Мариуполе. В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук официально заявила об отсутствии на сегодняшний день договоренности о гуманитарных коридорах из «Азов-Стали», все еще находящимся под контролем украинских военных. Минобороны России показала кадры нанесения удара по объектам на территории Украины при помощи оперативно-тактического комплекса «Искандер». При этом украинские власти заявляют о как минимум пяти жертвах российских обстрелов двух населенных пунктов Винницкой области. Тем временем в Одессе продолжают разгребать завалы после недавних ракетных обстрелов, в результате которых, по данным украинской стороны, погибли 8 человек, 18 получили ранения. В Запорожье украинские военные укрепляют свои оборонительные рубежи, выкапывая траншеи. Представитель Запорожского областного военного управления полковник Иван Арефьев заявил, что город необходимо защищать со всех возможных направлений. «Это просто необходимо, потому что враг коварен. Мы не знаем его дальнейшие шаги и должны подготовить город к обороне». Готовятся к возможному российскому наступлению и в городе Барвенково Харьковской области к северу Донбасса. Об уничтожении здесь складов боеприпасов ВСУ заявила Минобороны России.